Терминология империи. Изучая Аракис, империю и всю культуру, породившую Мадиба, встречаешь много незнакомых терминов. Углубить понимание — достойная цель, поэтому ниже приводятся термины и их разъяснения. Великая конвенция. Универсальный договор, зафиксировавший равновесие сил гильдии, великих домов и империи. Основное условие его запрещает использование атомного оружия для поражения людей. Каждое из правил Великой Конвенции начинается так. Следует выполнять следующее. Гильдия. Космическая гильдия — одна из опор политического треугольника Великой Конвенции. После батлерианского джихада являлась второй школой умственно-психического воспитания. Дата установления монополии гильдии на космические грузовые и пассажирские перевозки и межпланетное банковское дело является точкой отсчета календаря империи. Каладан. Третья планета Дельты Павлина. Место рождения Пол Муадиба. Имперская обработка. Применяется в медицинских школах СУК. Суть ее в глубочайшем психологическом запрете на покушение на человеческую жизнь. Подвергнутые ей отмечаются вытатуированным на лбу алмазом. Преподобная мать. Первоначально проктор Бины Гессерит. Та, которую преобразовал просветляющий яд. Переведя ее на более высокий уровень восприятия. Этот титул использовали и фримены для своих собственных религиозных предводительниц, испытавших аналогичное просветление. Конус тишины. Дистерсионное поле, ограничивающее возможность прохождения звуков различной частоты путем их глушения с помощью вибраций, противоположных по фазе. Ментаты. Группа граждан империи, чьи логические способности чрезвычайно тренированы. Люди-компьютеры. Бины Гессерит. Древняя школа умственного и физического воспитания студентов, в основном женского пола, образованная после того, как батлерианский джихад уничтожил так называемые мыслящие машины и роботов. Гом Джабар. Строгий враг. Определенной формы иголка, несущая смертельный яд. Используется прокторами Бины Гессерит для испытания на человечность. Голос. Сложное умение, позволяющее Бины Гессерит одной интонацией управлять человеком. Светошар. Плавучее автономное осветительное устройство. Обычно работающее на органических батареях. Щит силовой. Защитное поле, создаваемое генератором Хольцмана. Поле это возникает на первой стадии обнуления эффекта плавучести. Щит пропускает лишь объекты, движущиеся с небольшой скоростью. В зависимости от мощности она составляет 6-9 сантиметров в секунду. Может быть нейтрализован только электрическим полем огромной мощности. Сардуукары. Солдаты-фанатики падишах императора. Происходят с планеты столь свирепой, что из 13 человек к 11 годам пребывания на ней выживает семеро. Для военной подготовки Сардуукара характерны безжалостность и почти самоубийственное пренебрежение собственной безопасностью. С детства их учат быть жестокими, терроризировать врага. В период максимальной активности Сардуукаров в делах Вселенной, уровень их фехтовального мастерства соответствовал 10-му по шкале Геннац. А по боевой хитрости они были равны адептам Бин и Гессерид. Каждого из них можно было считать равным 10-ти наемникам любого дома Лансраада. Ко времени Шаддама IV прежде грозные части были ослаблены самоуверенностью, а укрепляющий мистицизм религии воинов оказался подточен цинизмом. Продолжение следует...